Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. В предыдущих двух частях Мария рассказала нам свою историю, за что ей отдельное спасибо. Не каждый человек, не каждый мужчина решится на такое, тем более девушка. Тем более в таком интимном вопросе, как отношение между инструктором и учеником. На самом деле это очень поучительная история. И я благодарен и Марии, и огромное спасибо нашему специалисту-эндокринологу, моему другу, врачу Алексею, за комментарии. И спасибо вам за то, что вы смотрели. По вашим лайкам и дизлайкам я понял, что все-таки большинство людей придерживается моей точки зрения. Конечно же, вина девушки есть, но лично мое мнение, что это основная ответственность и вина все-таки лежит на тренере. Почему каждый может услышать и понять, посмотрев предыдущие две части. Если, конечно же, ему не лень думать головой, не лень делать выводы. Основная причина, почему это произошло, конечно же, стремление наше с вами всего достигать быстро и сразу. Причем как со стороны тренера, так и со стороны учеников. Но это неправильный, неграмотный подход к делу. Если вы хотите почувствовать, прочувствовать, готовы ли вы к этому движению, к этой жизни. А все-таки занятия с отягощениями должны стать для вас образом жизни в первую очередь. Если вы это любите, то и делать будете все грамотно. Изучать и вникать во все вопросы целиком. Если же это делать наскоками, то смысла в этом нет. И как мы видим зачастую, в большинстве случаев, это приводит к проблемам со здоровьем. Не только физическим, но многие страдают и психически. Поэтому, друзья, крайне важно думать и понимать, что вы делаете, для чего вы делаете, как вы это делаете, кто вам помогает, чьих советов вы прислушиваетесь, а чьих не прислушиваетесь. Думайте всегда в первую очередь именно об этом. С последних соревнований прошло уже три месяца, а мое состояние улучшилось ненамного. Все тот же гормональный сбой со всеми вытекающими из него последствиями. Так что, дорогие девушки, надеюсь, своим примером я донесла до вас, как не стоит делать, кому не стоит доверять. Делайте выводы, учитесь на чужих ошибках, берегите себя. Ведь тренируемся и питаемся мы все-таки для своего здоровья. Эпизод 7. Ну, на самом деле, хочу девушку здесь успокоить. Завышенный печеночный фермент в ее случае, скорее всего, абсолютно обратимая вещь. Слишком короткий был курс, и первый вряд ли чем-то это закончилось необратимым. Потом, ни по какому УЗИ бесплодие поставить нельзя. Это все глупость несусветная. Никакие анализы у женщины на половые гормоны в ее ситуации не будут иметь какого-то четкого клинического значения. Потому что, ну, явно у нее не менопауза. У нее просто нарушение цикла вплоть до прекращения менструации. Ну, это достаточно легко лечиться, да. Просто надо обращаться к специалистам, которые занимаются подобными нарушениями. Ну, я, в частности, такими вещами занимаюсь. И нормализовать менструальный цикл проблем не составляет. Вот. И думаю, что и с беременностью у нее тоже никаких проблем не будет. Если брать вот только этот данный эпизод, короткосрочного применения там анаболических стероидов и сушки, да. Абсолютно ничего страшного, можно успокоиться. Вот. Ну, опять хочу отметить, да, какое-то инфантильное поведение, да, что тренер не собирается заботиться о твоем здоровье. Ну, мы же не в детском саду. Ну, какой тут тренер? О своем здоровье человек должен заботиться сам. Да. Если он считает нужным, он приглашает в команду врача, да, который будет заботиться о твоем здоровье со стороны, когда ты не очень к этому в адеквате, да. Ну, вот в период сушки как можно быть адекватным. Ну, по окончании всего, всей подготовки, да, тренер, в принципе, выполнил свою задачу, соревнования закончились. Поэтому, ну, вот не согласен я здесь с позицией девушки, вот, не взрослая эта позиция. Глядя на все это безобразие, я понимала, что нужно вернуть форму, но я уже представляла, что для этого мне нужно будет пройти все эти круги ада снова. Я пришла к тренеру за очередной консультации, он сказал кушать 100 грамм крупы и следить за изменениями. Проходит две недели, а вес только растет. Я поняла, что если никто не заботится о моем здоровье, нужно, наконец, брать все в свои руки и контролировать все само. Я пошла к врачу-гинекологу, он направил меня на анализы на гормоны и УЗИ. Анализы показали завышенные АСТ, АЛТ, что означает пораженную печень, увеличенную щитовидную железу, проблемы с поджелудочной. Также УЗИ подтвердил риск бесплодия. Я не знала, что мне делать. Эпизод 8. Присоединяюсь ко всем пожеланиям нашей героини. Берегите себя, включайте голову, думайте, надо ли вам такой ценой готовиться к соревнованиям, на которых вы, скорее всего, займете одно из последних мест, будете собой недовольны. В период сушки вы будете злой, агрессивный, так называемый предминструальный синдром, растянувшийся на несколько месяцев. А сразу после окончания соревнований вы зайдете в ближайший Макдональдс и отожжетесь там. И вернете все потерянные килограммы. Ну, новичка именно такая участь ждет, да, с высокой и высокой долей вероятности. Вот, поэтому не надо таким путем идти однозначно. Конечно, я признаю свою вину и понимаю, что ответственность лежит полностью на мне. Это ни в коем случае не антиреклама бодибилдинга в целом, тем более, что утонуть можно и в чайной ложке воды. Просто нужно находить грамотный подход ко всему. А кто хочет все-таки готовиться к соревнованиям, уже созрел для этого, имеет все задатки генетические, спортивные, физические, материальные, временные и так далее. Что бы я вам посоветовал? Значит, во-первых, найти адекватного тренера. Второе, адекватного, грамотного врача. Желательно психолога. Вот, и обязательно ваши близкие вас должны в этом поддерживать. Запастись терпением, быть изначально готовы к тому, что если вдруг у вас здоровья не хватит, во времени вы будете не укладываться, то вы сойдетесь с дистанции и не будете по этому поводу сильно переживать. Я бы заранее настроился на такой исход. Потому что самый тяжелый период – это не набор мышечной массы. Скорее всего, если у вас тренер берется готовить к соревнованиям, значит, у вас с этим все хорошо. А самый тяжелый – это период сушки. Вот это самый опасный период. И по-разному вы его будете переносить, никто заранее не знает, пока не попробует. Вот на период сушки вас обязательно должен поддерживать врач медикаментозно. Там используются определенные препараты. Ну, препараты тестостерона. Я, например, использую гормон роста. Но в медицинских дозах, в крайне-крайне низких дозировках. Которые абсолютно не опасны, обладают, я бы сказал, таким формате ЗГТ. Заместительной гормональной терапии они идут. То есть они просто повышают ваши истощенные резервы. Да, ну, естественно, спортивное питание должно быть на протяжении всей подготовки. Режим дня надо соблюдать обязательно. Высыпаться. То есть надо людям, всем, кто идет на пути таких соревнований, подготовки к ним, надо иметь достаточно свободный рабочий режим. Да, если вы вообще работаете, то есть обязательно нужно достаточно спать. Да, потому что восстановление идет именно во время сна. Вот. То есть достаточно много должно быть факторов. И я рекомендую вам перед тем, как идти по этому пути, пообщаться уже с бывшими участниками таких соревнований. Узнать их мнение вообще, как, что там, подумать, проанализировать все, посмотреть фотографии, видео с таких соревнований. Вообще понять, а нужно ли вам в полуголом виде стоять на сцене. Да, и ради чего. Как это вообще скажется на вашей будущей карьере, вообще насколько это будет уместно, да, для вашей работы, окружения и так далее. Все-таки это весьма специфические вещи. Поэтому вполне возможно, что вы решите, вам достаточно просто готовиться к этим соревнованиям. Или, проще говоря, регулярно заниматься фитнесом или бодибилдингом. Кому как нравится, кто как это называет. И от нюансов там еще зависит терминология. Вот. А главное, здоровья вам. Ведь порой мы не задумываемся о последствиях. И готовы пойти на многое ради достижения быстрых результатов. Я же, в свою очередь, продолжаю надеяться и верить на скорое выздоровление и восстановление. А вам, девчонки, желаю добра и крепчайшего здоровья. Не пускайте все в сетяжки. Верите себя. Всем пока. Еще раз благодарю Марию, благодарю Алексея за то, что мы с вами прослушали, за то, что мы с вами увидели. Это наглядный пример, который послужит грамотным уроком для всех нас. А я надеюсь, что все мы, здравомыслящие люди, и как здравомыслящие люди выносим для себя уроки из любой жизненной ситуации. Не стоит опускать рук, не стоит, конечно, посыпать голову пеплом. Но, друзья, какие основные правила, понятия мы должны взять для себя из этого жизненного урока, чужого жизненного урока? Во-первых, каким бы видом спорта вы не занимались, неважно, никогда не стремитесь сразу же покорить самую высокую вершину. Никогда не прибегайте к фармакологии, пока не достигнете определенного уровня на любительском уровне. Пока вы не увидите, что ваше тело, ваша воля, весь ваш жизненный тонус рассчитаны именно под то, чем вы захотели заниматься. Возможно, это вообще не ваше. И сцена не ваша. И вообще сами соревнования, возможно, не ваши. Не стоит идти на поводу у ежеминутных, ежесекундных желаний. Подготовьтесь, изучите максимально любой вид деятельности, которым хотите заниматься. Это касается не только спорта, но и бизнеса, и вообще любых межчеловеческих отношений. Крайне важно понимать, глубоко понимать то, чем вы решили заниматься, чем вы занимаетесь. Основное, что я хочу донести до большинства, как для парней, так и для девочек. Вы должны тренироваться максимально натурально, как минимум пару лет. Чтобы понять, ваш вид спорта вы выбрали, на правильный путь вы встали, на своем ли пути вы, путь ли это вашего сердца, вашего разума. После того, как вы убедитесь, что вы действительно на своем пути, посмотрите, каких результатов вы можете достигнуть без применения фармакологии. Потому что мировая практика любого вида спорта, абсолютно любого, и любой вида жизнедеятельности показывает, что люди с высокой генетикой именно для определенного вида деятельности занимают более высокие места. А потом уже идет фармакология, потом уже идет все остальное. Если вы увидите, что вы без какой-либо помощи извне, без каких-либо уколов, таблеток, волшебных пилюль, лучше, чем другие, по крайней мере, чем простой обыватель рядом с вами, тогда уже задумывайтесь о том, чтобы строить карьеру выше, на профессиональном уровне. Профессиональный уровень действительно имеет и диктует свои законы. Но это уже совсем другая история. А заниматься бикини, выступать на соревнованиях можно и нужно, без применения любой фармакологии. Если, конечно же, вы думаете головой, если вы думаете о своем здоровье и о здоровье своих будущих детей. Надеюсь, эти ролики были вам полезны. Мы, как всегда, увидимся в следующий раз. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok